приветствуем вас друзья вы на канале велес мастер в этом видео я проведу аналогию несчастных случаев с тем что произошло в парке львов тайган я никак не стану это комментировать чтобы меня не обвинили в предвзятости хочу чтобы это сделали вы в комментариях под этим видео комментарий который наберет больше всего лайков я закреплю первым 29 мая 2010 года в четвертом часу дня львица напала на ребенка в зоопарке тамбовского университета имени державина малышка увидев большую кошку не смогла скрыть восторга перед клеткой было установлено заграждение однако по бокам забора не было несколько секунд понадобилось девочки чтобы забежать за изгородь поближе к киске львица достаточно было просунуть лапу между прутья в клетке чтобы достать до ребенка и через мгновение настя оказалась в клетке хищница стала с ней играть трепать ее она и задрала ребенку руку и продрала шею от сильной боли девочка потеряла сознание на помощь тут же бросился дедушка он просунул руку между прутьев и попытался дотянуться до малышки отогнать от нее зверя но львица мощным ударом лапы разодрала ему плечо посетители вызвали скорую помощь и милицию однако дедушка девочки не стал дожидаться врачей и вместе с сотрудником зоопарка поехал в больницу так как ребенок был в тяжелом состоянии пострадавшую повезли не в детскую больницу а в ближайшую к месту происшествия сразу началась операция уже через час после происшествия врачи сделали запись в карте о том что ребенку придется ампутировать руку милиционеры говорят что отвечать за случившееся вероятнее всего придется руководству зоопарка предварительная причина произошедшего несоблюдение работниками зоопарка элементарной техники безопасности то есть частичное отсутствие заграждение однако сотрудники зоопарка уверены что в произошедшем виноваты сами посетители которые проигнорировали предупреждение об опасности и допустили чтобы ребенок подошел близко к клетке в декабре 2011 года по сообщению прокуратуры тамбовской области директор зооботанического сада евгений чербаев признан виновным он получил условный срок и должен возместить потерпевшим ущерб суд назначил чербаеву два года условно в течение трех лет он не имеет права занимать руководящие должности в государственных учреждениях с осужденного в пользу потерпевшего взыска на 400 тысяч рублей следующий несчастный случай на первый взгляд вам покажется не относящимся к делу но обратите внимание на детали происшествия это жуткое происшествие случилось 28 июня 2021 года около 7 часов утра в самаре во дворе многоэтажки свидетелем стал мужчина который шел на работу с верхних этажей доносились громкие детские крики и вдруг я услышал такой глухой звук падения крики прекратились когда повернулся то увидел на асфальте лежит маленькая девочка вся в крови как рассказали местные жители женщины всю ночь не было дома пришла она лишь под утро а через несколько часов вышла и свесила свою дочь из балкона держа девочку за майку одежда порвалась и малышка упала ирония в этом случае неуместна но все-таки по аналогии с событием произошедшим в парке львов тайган девушка могла бы обвинить в гибели своей дочери производители одежды которая порвалась не выдержав собственный вес ребенка или работников благоустройства которые под балконом сделали асфальт вместо большого батута не предусмотрев вероятности таких событий а что думаете вы по этому поводу пишите об этом в комментариях не сомневайтесь я читаю все ваши комментарии поддержите видео лайком поделитесь им в социальных сетях и подписывайтесь на наш youtube канал а также на наш телеграм велес мастер по ссылке в описании и закрепленном комментарии до встречи субтитры сделал DimaTorzok